Всем привет! Ранее я показывал, что находится внутри Xbox Series S, где можно обратить внимание на термоинтерфейсы зеленого цвета, играющие здесь роль термопрокладок для отвода тепла, которые широко используются в видеокартах, лэптопах и других устройствах. Здесь я хочу рассмотреть пластичную прокладку K5 Pro, которая практически подобна используемой в игровой консоли. По виду она представляет собой вязкую консистенцию с небольшим оттенком серого цвета. Ее теплопроводность собственно данная, также она не проводит электрический ток. Преимуществом жидкой прокладки по сравнению с традиционной является то, что она хорошо подойдет для заполнения пространства на мой взгляд в пределах 1,5 мм. Хотя изготовителям заявлено, что толщина наносимого слоя может доходить до 3 мм. Думаю будет интересно проверить эффективность жидкопрокладки по сравнению с обычными. Для этого воспользуюсь M2 накопителем Samsung и простеньким китайским радиатором. Подготовив все необходимые элементы, наношу пластичный термоинтерфейс на чипы памяти и контроллер, равномерно распределяя его по периметру. Затем устанавливаю теплоотводящую пластину и слегка прижимаю ее к ССДшке с целью создания плотного контакта. После чего произвожу фиксацию стяжками. По краям можем наблюдать излишки жидкой прокладки. Далее установив ССДшку в разъем M2 на материнской плате, в операционной системе Windows с помощью программы CrystalDiskInfo, как я это уже неоднократно показывал, прежде определяю температуру, когда компьютер находится в простое. В этом режиме по истечении 10 минут она составила 43 градуса, а создав нагрузку на накопитель плотингом блоков для добычи монеты Че, спустя такой же промежуток времени 57. В качестве сравнения сопоставим эффективность термоинтерфейса с обычной прокладкой серого цвета толщиной 1 мм, но имеющей в 3 раза большую теплопроводность, как заявлено изготовителем. На этот раз в режиме ожидания температура составила 43 градуса, а при работе накопителя 55. Полагаю, не менее любопытно посмотреть, как изменится ситуация, если воспользоваться прокладками, имеющими близкую величину теплопроводности. В таком случае подойдет термушка синего цвета. Ее величина проводимости тепла составляет порядка приведенного значения. В ходе измерений, в холостом состоянии компьютера спустя тот же промежуток времени температура составила 45 градусов, а под нагрузкой 57. Таким образом, в текущем случае получилось, что замеры температуры в указанных режимах жидкой термопрокладки и синей под нагрузкой одинаковые, только вот толщина пластичного термоинтерфейса в моем случае была менее 1 мм, что в некоторой степени может характеризовать его меньшим отводом тепла. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это то, насколько легко удаляется вязкопластичная термушка. Для этого прежде снимаю радиатор с накопителя. Спустя сутки работы он достаточно плотно зафиксировался. Теперь с помощью ватного диска очищаю поверхность. Как видим, термоинтерфейс удалился лишь частично. В таком случае попробую дополнительно воспользоваться изопропиловым спиртом. Таким образом, с ровной поверхности накопителя она удаляется легче, но вот в менее доступных местах, преимущественно между СМД компонентами, полностью очистить не удалось. Попробую убрать оставшуюся часть зубной щеткой, слегка смоченной спиртом. Как можем наблюдать, данный вариант является наиболее эффективным. При этом накопитель удалось неплохо очистить от жидкой термопрокладки. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.